Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И напомню, как всегда, мы знакомим вас с самыми разными интересными, на наш взгляд, людьми, профессионалами своего дела. Ну и, конечно же, рассказываем о самых важных событиях, которые происходят в городском округе Люберца. И сегодня я рад поздороваться и представить вам, Александра Александровича Калиманова, депутата городского округа Люберца, руководителя управляющей компании. И сразу же первый вопрос. Мы находимся в таком периоде, когда вроде бы время отдыхать, ну, по крайней мере, так складывается. А какое время у депутата, да еще у руководителя управляющей компании? Здравствуйте, Николай. Ну, здравствуйте, уважаемые зрители. Вопросы интересные, начало неожиданно, но могу сказать, что, знаете, последние годы, когда я уже работаю в управляющей компании, это более семи лет, а пока что у меня не получается планировать отпуск. Отпуск кто-то приурочивает, хочет приурочить, там, каникулы заранее. Ну, в связи с динамичностью, скажем так, моей деятельностью, с динамикой работы, особенностями, планировать отпуск не получается. Это, если частный вопрос. А страда отпусков, страда, естественно, летняя пора, естественно, сказывается на предприятии. Многие хотят, планируют заранее какие-то поездки с детьми. Стараемся, конечно же, помочь людям побыть семьей, какие-то решить свои вопросы. Если смотреть со стороны депутата и со стороны руководителя предприятия, то, в принципе, скорее всего, нам и не нужны отпуска, потому что мы всегда находимся в некой страде. Страда – это зимой у нас уборка снега, содержание при домовой территории, где там это покосы. Нужно успеть подготовить весенний период, скажем, это месячник благоустройства после зимы. Показать, навести порядок, показать наш городской округ во всей красе, чтобы он был зеленым, чистым, красивым. Высадить рассаду, разбить клумбы. Там запланированное заранее благоустройство на различных объектах должно быть уже стартовать, чтобы в течение этого нашего короткого летнего сезона все работы были завершены. Поэтому, по сути дела, и тяжело планировать отпуск. Как говорят, 24 на 7 на 365, да? Но с другой стороны, то есть и телефон вы тоже не выключаете. Но я еще вот что имел в виду. Одно дело, когда отдыхают жители, отдыхают потребители, скажем так. Другое дело – службы, которые тоже люди должны отдыхать. Насколько они готовы к этому сезону, чтобы у нас с точки зрения благоустройства все было на высшем уровне? Традиционно уже на протяжении долгих лет у нас все, скажем так, все 365 дней у нас разбиты на летнее, на зимнее содержание. Это никому не секрет. Естественно же, проходят смотры готовности предприятий. Традиционно проводится и глава городского округа, Валерий Петрович Ружицкий. И мы депутатский корпус, ну естественно, мы как директора предприятий, те, кто депутаты, не депутаты, естественно, тоже проводим смотр готовности своих предприятий, подрядных организаций, обеспеченности организаций, предприятий, подрядчиков всеми материалами, техникой, материальной базой, укомплектованность согласно штатного расписания сотрудниками. Их подготовка, их, скажем так, наличие, потому что, к сожалению, случается эта жизнь, где-то кто-то заболел, кто-то не вышел на работу, чтобы не допустить таких провалов, естественно, проверяется возможность наличия резервных ресурсов, где-то перехватиться. То есть кадровый вопрос, тут сразу такой вопрос, извините, возникает, что насколько сегодня укомплектован штат профессиональными сотрудниками, я сейчас поясню. Вот, например, я живу в огромном таком доме, в котором тоже, например, может потечь кран, может еще что-то случиться и так далее. Иногда, вроде бы, все здорово, сразу же дозваниваешься, тебя записывают и так далее. Я сейчас говорю не про конкретно городской руку Люберца, да. Но приходит иногда, ну, скажем так, сантехник, которому ты сразу, на первый взгляд, ты не доверяешь. Вот, есть такое ощущение, что послали кого-то, кто под рукой был. Насколько вы можете сегодня, как руководитель управляющей компании, убедить нас в том, что у нас все профессионалы там работают? Я могу, понимаете, отвечать за свою компанию, я могу ответить также уверенно за компанию, самую крупную у нас в области, в Люберцах, это ЛГЖТ. Это что, Люберецкая управляющая компания, директором которой является, что ЛГЖТ, это предприятие с огромными трудовыми традициями, где уже работают уже не одно поколение. Это дети, даже внуки уже есть трудятся. Это некие уже такие, знаете, семейные предприятия. И меня радует, что, допустим, вот как живой пример, у меня работают ребята, которые между собой родные братья, это целая семья, их дети же также трудятся. Династия? Династия трудовая, которая работает более 10 лет, и сами жители на обслуживаемом фонде, они, ну, меня немножко сейчас это даже смущает, потому что у нас есть единая диспетчерская служба, где заявки стекаются. Они по старой традиции переживают, что где-то кто-то не услышит, зная телефоны напрямую звонят уже своим сантехникам. То есть, с одной стороны, это нарушение, а с другой, это такая лакмусовая бумажка доверия, то есть связи жителя и сотрудника управляющей компании. Это дорогого тоже стоит, я считаю, с целью, ну, со стороны, скажем так, коммуникации житель управляющей компании. Ну, давайте такой конкретный вопрос. Да, существует единая система, да, она не только в городском округе любится сейчас такая традиция или тенденция, или такое право есть у жителя в стране. Я бы сказал, это диктует время. Да, диктует время. Но вот насколько сегодня от получения звонка в эту единую систему, насколько быстро происходит реагирование? Ну, мы же можем себе представить, что одновременно в разных уголках городского округа вдруг, ну, у кого-то прорвало кран, я не знаю. Как это происходит реагирование? Во-первых, мы понимаем, что на примере, допустим, Любересской управляющей компании, мы знаем конкретно обслуживаемый фонд. За каждым из домов, закреплен в рабочие дни, в рабочее время, помимо техников, закреплен дежурная смена, каждый сантехник знает, какие свои дома, как свои пять пальцев. Также есть круглосуточная диспетчерская служба. Помимо окружной, она работает также в тестом контакте с ЕДС, они находятся на базе предприятия. И аварийные восстановительные бригады находятся в круглосуточном дежурстве, сутки через двое они дежурят, ребята, они полностью укомплектованы. Электрики, сантехники, электрогазосварщики, то есть полный штат. Ежедневно на наш фонд заступает в районе 12 человек. Они находятся в постоянном дежурстве, они решают и текущие задачи, и задачи аварийного характера. А есть смены, которые выходят в день, то есть ежедневная работа, это плановые мероприятия по текущему ремонту, по подготовке к зимнему периоду. Поэтому и происходит звонок, поступающий в диспетчерскую службу, переадресовывается на предприятие. В онлайн-режиме его берут для исполнения заявки. Если это в ночное время, сначала локализуется какая-то проблема, то есть аварийная ситуация, она перекрывается стыки, чтобы не допустить залития и тому подобное. Либо обесточивается дом, разные ситуации бывают. И затем начинается обследование и устранение причин аварии. В этом участвует уже все предприятие, не только дежурная аварийная бригада, а уже и дневники. Ну и возникает сразу вопрос, что мы закрыли конкретно эту тему. А система бутылка водки или еще что-то остается? Нет, это уже давно изжило себя. На рынке труда, в принципе, есть места. Да, имеются вакантные места. Но сейчас потребитель хочет видеть за свои деньги полный комплекс достойно оказанных услуг. И требования к выполнению этих услуг с каждым годом только ужесточаются. Они становятся любое предприятие, деятельность любого предприятия, особенно в сфере ЖКХ, на сегодняшний день настолько прозрачна, что те, кто пытается работать по принципу бутылки водки равного услуга, они уже неуместны на этом рынке лет как пять. То есть жалоб нет? Таких жалоб нет. А жалобы на качество работы есть? Знаете, случается. Я честно говорю, что случается. И здесь винить кого-то одного невозможно. Потому что, как и те, кто подает жалобы, и те, кто их выполняет, бывают даже обоюдно неправые. Вот в качестве примера, допустим, 3-е почтовое отделение, дом 52, на прошлой неделе. Девушка, мы все сейчас открыты в социальных сетях и тому подобное. Девушка звонит, пишет с мольбами, обвиняет во всех грехах управляющую компанию, что у них нет света, до каких пор у меня дети. Срочно туда, я об этой ситуации неизвестно. Посылаем туда сразу, это уже после рабочего времени, посылаем главного инженера, естественно, инженера энергетика. На самом высоком уровне. Все прибывают туда, оказывается, что у них нет электричества в квартире. Оказалось, что они решили как-то сэкономить, что для каких-то ремонтов пригласили стороннего электрика. Что-то он там делал им в квартире, в их зоне ответственности, скажем так, собственника. Что-то они там с друг другом повздорили, он взял им, поперерубил все провода. Весь поклёб пошел на управляющую компанию. Потом мы все помогли, разобрались, расстались с абсолютно друзьями. Как поступать в такой ситуации? То есть я должен позвонить, ко мне должен прийти сантехник, сказать, какой лучше купить прибор, правильно? И установить. Как это происходит? Методика. И не только по экрану, по свету, по любым другим. Здесь методика, нужно начать чуть-чуть объяснение, наверное, с пониманием, чтобы сразу разделить зоны ответственности управляющая компания, собственник. Согласно жилищного кодекса и вообще, на чём базируется у нас деятельность управляющей компании, управляющая компания обслуживается и занимается управлением общего домового имущества многоквартирного дома. Всё, что у нас находится после первого запорного крана, после счётчика по электричеству, в зоне ответственности собственника жилого помещения. То есть бремя несения затрат на обслуживание содержания жилого помещения возлагается, согласно нашему законодательству, стопроцентно на собственника. И здесь мы должны понимать, что если авария, вы в любом случае, если что-то неисправно где-то течёт, это же потеря ресурса, текущий кран и тому подобное, вы должны обратиться изначально в любом случае в свою управляющую компанию. А они уже подскажут. Здесь выходит мастер, делается осмотр, составляется акт осмотра, где выявляется та или иная причина. В частности, в вашем случае текущий кран. Мы видим, что ваш кран, ваша зона ответственности, и вам будет предложено обратиться либо в отдел оказания платных услуг на предприятии, это будет официальная оплата, либо вы вправе сами частным способом пригласить каких-то исполнителей. Которые помогут решить проблему после вашего акта. То, что касается труп общих, то это же ваша зона ответственности. Да, конечно же. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а после чего поговорим о более глобальных вопросах. Благоустройство города, раздельный сбор мусора. Мне эта тема очень интересна. И, конечно же, ремонт многоквартирных домов по поводу очередности и так далее. Так что далеко не уходите. Александр Александрович Климанов будет вместе с нами буквально через несколько минут. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Александр Александрович Климанов, депутат городского округа Люберцы, руководитель управляющей компании. И поговорим о благоустройстве округа. Потому что все, кто живет здесь, конечно же, заинтересованы в том, чтобы округ был благоустроен. Что происходит в настоящий момент, вот в этом уже практически летнем сезоне? Ну, вы, наверное, понимаете, что прежде всего люди, обыватель, наш простой житель понимает, что благоустройство – это значит, что-то сделали вот такое грандиозное, где-то на каком-то адресе красочно открыли, и потом люди туда идут смотреть, отдыхать, гулять с детьми и тому подобное. Но на самом деле благоустройство – это более емкое понятие. В него входят ежедневные трудовые будни по содержанию того, что есть. Как я уже вначале говорил, все у нас разделяется благоустройство и содержание на летнее и зимнее. Вот весной мы знаем, что у нас традиционно месяц объявляется месячник благоустройства, когда мы наводим порядок после зимы, так сказать, на своем жаргоне говорим, убираем подснежники, и то, что у нас какой мусор в результате таяния снега смет, обнаружился, привели, не успели мы привести наш округ в порядок, прошли, праздновали майских праздников, уже трава колосится во все естественное. А там и лето? Там уже и лето, начинается покосы, начинается поливка. Естественно, в округе, я думаю, что жители видят, что очень много мест, на которые уже построены, сделаны, которые введены в эксплуатацию, как места массового досуга, так и небольшие, допустим, скверики какие-то облагораживаются. На самом деле работа не останавливается ни зимой, ни летом. Мы видим, что сейчас весной высаживаются различные топиарные фигуры, которые с вазонами, с цветами, разбиваются клумбы. На самом деле это огромный пласт, скажем, работ, затрат, флористика. Кстати, кто этим занимается? Специальных людей вы приглашаете? Да, занимается, естественно, выделяется бюджет на данный вопрос. Естественно, у нас существуют в округе специализированные предприятия. Это комбинат благоустройства ЖКХ, который у нас базируется в Томилино. Он отвечает за весь округ. Гаджиев Залимхан Максимович у нас генеральный директор данного предприятия. Они путем проведения конкурсных процедур, определяются, участники подают, определяется победитель. И он берет на обслуживание городской округ, скажем, по цветам, по озеленению. И вот он отвечает полностью, этот подрядчик контроль осуществляет со стороны надзорных органов, финансовых органов, естественно, и заказчика в лице комбината благоустройства ЖКХ. Также планируется в течение данного сезона, у нас несколько мест благоустройства, такие крупные, как вот мы знаем, здесь недалеко по соседству, улица Звуковая, улица Смирновская. Это то, что вот уже вот-вот уже находится, либо находится в работе, либо сейчас запускается. Огромные события мы ожидаем. И сейчас работы идут полным ходом. Я понимаю, что есть некие неудобства для жителей, как гуляющих в Центральном парке. Но мы знаем, что потом, чуть-чуть сейчас там ведутся земляные работы. Но в этом же году мы увидим и будем радоваться всеми жителям округа. Такой изюминкой, я думаю, бриллиантом нашего Центрального парка станет фонтан, который будет у нас вот здесь, скажем, притягивать. Вокруг него... Какой же парк без фонтана, правильно? В каждом парке должна быть изюминка. Вот это основные. Планируется и благоустройство в поселках. Планируется... А что вы вкладываете, вот, более подробно, если можно, по поводу благоустройства? Это покраска, это деревья... Нет, я вам назвал глобальные мероприятия. То есть это обустройство тротуаров, пешеходных зон, замена освещения, установка малых архитектурных форм. То есть это... А кто мониторит это? Значит, чтобы мы понимали. Сегодня в данном направлении, в направлении благоустройства, контроль очень жесткий. Не только в благоустройстве, в дорогах. Созданы, значит, сейчас по требованиям структур, это субъекты российских, скажем, федеральных структур. У нас осуществляется не только мониторинг и проверка качества материалов использования, но и строительный надзор. То есть каждый объект проходит на стадию проектирования, стадия, значит, отыгрывается отдельно проект, как это все будет делаться, как-то согласуются со всеми службами проект. То есть он должен, что мы не затрагиваем интересы ни газовиков, ни водоканала, ни теплосети, ни электриков, ни связи. То есть полностью глобальный проект сначала отыгрывается, потом определяется финансирование уже определенное. И кто будет делать? И путем конкурсной процедуры определяется победитель, который исполнитель работы будет. Но по факту еще отдельно отыгрывается строительный надзор, архнадзор. То есть все виды надзора, естественно, и экспертиза качества материалов. Скажите откровенно, а есть такое место в городском округе Люберца, куда, ну как, что называется, руки никак не доходят? Или какое-то место, где, знаете, как черная дыра, куда все куда-то уходит, и все никак не пытается. Знаете, как вот есть у нас знаменитый ямошный ремонт, да? Во всей стране есть места, где каждый год в одном и том же месте что-нибудь проваливается. Или нет таких мест, куда не дошла рука ОКО руководителя управления компанией? Вы знаете, не обязательно тут руководитель управляющей компании. Мы тоже должны понимать, что есть зона ответственности. Где-то центральные проезды, где-то есть придворовые. То есть зона ответственности тут тоже соблюдается. Есть дороги общего пользования, есть федеральные дороги. То есть уровни бюджетов, те средства, откуда поступают на содержание той или иной дороги, либо проезжей части, они разные. Внутри домовой, понятно, мы содержим саммит, наши в зоне ответственности управляющей компанией. То есть за вашу зону ответственности вы спокойны? Не всегда. Потому что имеют место быть традиционные места, как вы сказали. Это близкое прохождение грунтовых вод. Там никогда... Есть у меня такое место, заколдованным его считаем, не буду говорить адрес. Но мы уже ежегодно туда... И мы не знаем, мы уже и выбрали грунты почти на метр. И скол. Мы не понимаем, куда он уходит. И каждый год мы там делаем ремонт. Большой картой делаем, перекладываем дорогу. Невозможно понять, куда он уходит. Хотя, скажем так, грузопоток, поток машин и пешеходов в данном участке не вели. Бывает. Но я также хочу отметить обязательно, помимо ямочного ремонта, вот вы говорите, куда руки не дошли. Нужно понимать, что убирают 10 человек, а сорят тысячи. Вот мы сейчас как раз переходим к теме жителей и управляющая компания. Насколько активны жители благоустройства? Я просто приведу пример. Вот есть дворы, где не только в Люберцах, в любом, наверное, городе, где ты заходишь, и видно, что люди здесь за свой двор переживают, да, каким-то образом. Ну, сами его поддерживают. А есть дворы, где вот каждый сам за себя, и на это страшно смотреть. Насколько у вас, насколько вы отмечаете активность жителей благоустройства города? Если да, то как вы с ними сотрудничаете? А если нет, как вы, может быть, пытаетесь с ними сотрудничать? Ну, конечно же, без жителя на самом деле содержать город, принимать какие-то управленческие решения и что-либо делать во дворах и в самих многоквартирных домах уже стало давно невозможно. Физически невозможно. Потому что сколько людей, столько мнений, всем мил не будешь, поэтому сами жители, наиболее активная их часть, естественно, участвуют в советах многоквартирных домов. Они знают, и мы уже знаем через них всех соседей. То есть, в принципе, это хорошо применимо для уже такого устоявшегося жилого фонда, который там не моложе пяти лет. Когда соседи уже миграция такая закончилась, знают друг друга и уже согласованно выходят на решение каких-то вопросов, и у нас с ними есть контакт. Намного тяжелее, конечно же, в новых микрорайонах, где еще идут ремонты и беспорядочное перемещение. Ну, вот как раз у нас тема ремонта многоквартирных домов, вот как устанавливается терроризм, сколько домов ремонтируют, какие в планах, что у нас с ремонтом происходит? Ну, естественно, ежегодно на территории городского округа огромное количество подъездов подлежат ремонту. Это более 1200 подъездов запланировано на текущий год. В прошлом году столько же. Это 25% и более от, ну, ни в коем случае не меньше, там где-то 27-28% от всего объема подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа. В районе 30, как правило, это получается процентов от общего количества. Проходит текущий ремонт подъезда. На самом деле городской округ Люберцы находится стабильно в передовиках по данному вопросу. То есть за сезон весна, лето, осень мы успеваем поставленную планку в количестве и качестве выполнить. А как очередь устанавливается, что в этом году этот дом, а не этот? Потому что, знаете, бывает история, что некоторые дома все время не попадают куда-то. Такого быть не может. И это уже, если раньше такое могло быть, то сейчас это фактически невозможно. То есть все прозрачно. Все прозрачно. Во-первых, это решается с советом дома, жители сами. Но в любом случае текущий ремонт подъезда проходится не реже, чем раз в пять лет. А как ремонт осуществляется? Насколько он качественен? Здесь сейчас огромную пользу, неоценимую пользу осуществляют нам наши советы домов. Дело в том, что мы идем навстречу и совместно создаем комиссию. Мы берем объект, допустим. Вот мы от момента планирования текущего ремонта на год, от составления планов текущего ремонта до момента подписания актов о выполнении работ. С нами везде участвует и надзор, наши сотрудники и сами жители. Все акты покрытых работ, сколько, что, где. И отчетность обязательно фото, видео. Это все хорошо, но еще и маленький вопрос. Мы же прекрасно знаем, что иногда жители огромного дома, они всегда могут доверять этому совету. Да, бывает. Вы же понимаете, иногда там бывают между собой, в кавычках, драчки всякие. Конечно же, бывают трения, это людский характер, всем не угодишь. Но, как правило, все равно мы, вот эти драчки и какие-то трения, они все равно нацелены на достижение какого-то результата. И если люди не бессмысленно просто создают какие-то проблемы, а у них просто разный чуть-чуть видение, подход в решении конкретных вопросов и задач, если люди нацелены на решение, они всегда найдут общий язык и договорятся в итоге. Вот поэтому мы планируем текущий ремонт вплоть до колористической карты, которыми в конце концов после проведения всех подготовительных этапов работ будет окрашен там тот или иной подъезд, будут установлены такие или иные двери, где-то что-то, какая-то плитка, как будет положено там, скажем, в холле. То есть, согласовывается, начинает согласовываться с сентября текущего года по декабрь текущего года на следующий год. Тема модная, раздельный сбор мусора. Кто-нибудь вообще-нибудь знает в городском округе из жителей о том, что есть такая система? Конечно же, мы знаем, все знают. Я думаю, что тот, кто этого не знает, не существует уже на территории Московской области, но, я думаю, уже и всей России. На самом деле, действительно, это одна из самых острых и животрепещущих тем, но, как говорится, это неизбежно, это будет, и нам нужно просто включиться и осознать, что без этого мы больше не проживем. Вот об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз отдельно, может быть, целую передачу. С великим удовольствием. Спасибо вам за приглашение. Вам не нервничать, работа у вас сложная. Спасибо, что к нам пришли. Я Александр Александрович Климанов, депутат городского округа Люберца, руководитель управляющей компании. Пусть все, что вы сказали, пройдет по правилам в установленный срок. И до новых встреч. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин